Привет, друзья, я Григорий Герман. Сегодня давайте поговорим об истории. О том, как Путин, пытаясь оправдать свое вассальное положение по отношению к Китаю, снова ее эту историю переписывает. Я себе очень часто представляю, как Мединский, слушая вот это вот выступление Кремля-Дуча, поперхнулся фуагра, а кого-то из российских псевдоисториков хватило поплексический удар. Но вообще, на самом деле, из всех искусств для России важнейшим является именно искусство переписывания истории. Я вот сейчас ни на йоту не преувеличиваю. Пропаганда, фейки, манипуляции, все это роскошная и высокотехнологичная надстройка над фундаментом, который написан пером историка. И, как известно, что написано пером, не вырубишь топором. Благодаря этому перу, которая мерзко скрипит, на самом деле, уже лет, наверное, как 300, все эти «мы великие», все эти «мы русские», все эти культы победобесия, вот вся эта жизнь по уши в гуана, причем часто вот вообще не в фигуральном смысле, когда единственное, что удерживает нос над поверхностью, это раздутое чувство гордости. Все 300 лет основная масса народа в лаптях и в арабнике, но с четким осознанием собственной исключительности. Меньшая часть в платьях европейского кроя, с учителями-французами, но с тем же ощущением своей русской исключительности. Да и как же ее не ощущать-то, когда вон, в летописях написано. И вот тут есть нюанс. «Тот, кто контролирует историю, контролирует будущее». Это цитата из романа антиутопии Джорджа Оруэлла 1984. Книга хоть и была запрещена в Советском Союзе, но что тогдашняя, что нынешняя власть в России активно использует данный постулат. На самом деле, к фальсификации истории Россия начала прибегать очень и очень давно. Один из первых примеров лицевой свод Ивана Грозного. По сути, это была летопись Московского царства, однако корректировалась она в зависимости от политической ситуации и личных симпатий самого Ивана Грозного. Но дальше больше. При царствовании Петра I историческое мифотворчество продолжило набирать обороты. В 1701 году Петр I издал указ о конфискации письменных памятников порабощенных народа. Ведь ограничение доступа к историческим памятникам развязывает руки для манипуляций. Например, таким образом была создана подделка Радзивилловской летописи с текстом повести временных лет. Многие историки и исследователи сходятся во мнении, что древнейшую русскую летопись сфальсифицировали авторы, нанятые Петром I в XVIII веке. А рисунки сделали вообще немецкие художники. В тексте говорится о событиях из жизни Киевской Руси, и в самом конце летописи впервые упоминается о Ростово-Суздальской земле. И вот тут начинаются несостыковки, о которых говорят исследователи. Например, на этих рисунках ростово-суздальские князья одеты в европейскую далматинку, а женщины носят длинное немецкое платье с узкими талиями. Такого просто не могло быть. Что примечательно, подобная немецкая одежда характерна для последней части летописи, когда на ее страницах как раз появляются данные о Ростово-Суздальской земле и ее князьях. Первая же страница еще содержит древнерусские рисунки. Вероятно, оригинальную летопись переделали, в том числе добавив часть именно про Ростово-Суздальские земли. Что же касается немецких миниатюр, то, скорее всего, немецкие художники не имели ни малейшего представления об одежде этой земли. А видя Петра и его московитов в европейской одежде, они думали, что и в древности существовало такое сходство. Поехали дальше. Главным лицом, поставившим стратегическую задачу написания и упорядочения истории Российской империи, стала императрица Екатерина II. Она прекрасно понимала, что история – это важнейший политический инструмент. Именно поэтому создала специальную комиссию, которая занималась подборкой исторических документов, чтобы сформировать целостный рассказ об истории России. При этом, чтобы рассказ этот был, пусть не всегда объективным, но правильным, совпадающим с екатерининским видением истории. Многие историки и придворные умы трудились, стараясь угодить императрицам. Среди них – Василий Татищев, который в 1768 году издал свою «Историю российскую». Это такая себе сводная летопись, хронология государства с использованием уже известных источников. А где источников и фактов не хватало, автор дописывал нужное сам, стилизируя свои выдумки под древнерусское письмо. На этом его подловил украинский историк Алексей Толочко, издавший целую книгу, которая развенчивает исторические фальсификации Татищева. Переписыванием истории Екатерина стремилась не только отбелить неоднозначное событие прошлого, предать России величие, но и оправдать экспансивную политику государства. В этом случае исторические фальсификации как раз подпитывали нарратив про историческую принадлежность тех или иных земель, который так полюбился России в будущем. После Екатерины все прочие императоры просто пользовались ее наработками и допиливали историю, искажая свидетельства о современности, оставляя потомкам свое, персональное, выгодное России, видение того, кто в 8 лет донбил бомбас. Ну а переписывание и замалчивание истории во времена Союза – это прям эталон фальсификаций. В течение всего периода существования СССР история трактовалась в соответствии с идеологическими установками правящей коммунистической партии. То, как освещали историю, контролировалось соответствующими структурами – отделами ЦК КПСС, республиканскими отделами пропаганды и агитации, а также главным органом госцензуры в СССР. Тотальный контроль над СМИ позволил руководству партии фальсифицировать любую информацию и любые события. В то же время профессия историка стала довольно опасной. Если человек просто совестно делал свою работу, а именно честно и объективно издагал факты, то он рисковал как минимум своей свободой и здоровьем, ну а как максимум – жизнью. Фальсифицировались и замалчивались истории важных и трагических событий, таких как голодомор в Украине, массовые депортации украинцев, поляков, чехов, крымских татар, чеченцев и других народов. Втайне оставался договор о ненападении между СССР и Германией, а особенно сопутствующие ему документы. Деятельность ГУЛАГа, массовые репрессии, во времена Союза любые упоминания об этих и других событиях были запрещены и в официальную историю не вписывались. Современная Москва ловко прибрала к рукам методы, которыми пользовались ее предшественники. Путин идет тем же путем, создавая фальшивую историю своей фальшивой недоимперии. Хотя, наверное, можно сказать, что Путин по этому пути не идет, он по нему летит, как сын прокурора, ночью по МКАДу. Потому что путинский режим, пытаясь найти хоть какое-то идеологическое оправдание своему существованию, натужно выстраивает россиян ровными парадными коробками именно вокруг славной и сияющей, оба слова в кавычках, размером со Спасскую башню, истории России. Не имея, в принципе, хоть какой-то идеологии, кроме воровства и фигурной нарезки прибыли от торговли ресурсами по карманам дружбанов, вы помните, из Питера, да и прочих прихлебателей. При этом погрузив страну в войну с Западом, войну, которая требует консолидации всего общества, Путин и Коварилья пытаются вместо идеологии впарить россиянам учебник истории. И предлагают затянуть пояса и пожертвовать последний рубль и последнего мужика в память о мифических великих деяниях предков. Однако реальная история России с уничтожением целых народов, расстрелами миллионов несогласных, голодом, депортациями, бесконечной агрессией по отношению к соседям, на самом деле не сильно способна вдохновлять. Именно поэтому мединские и куча седовласных носителей ученых степеней по истории отрабатывают пайку, перелопачивая архивы, пытаясь сшить из архивных документов лоскутное одеяло выгодной им истории. Парадокс в том, что эти архивные документы это тоже лоскутное одеяло, сшитое такими же мединскими и такими же недорогими профессорами, только 100 и 200 лет назад. Лоскутное одеяло из лоскутных одеял, да еще и крепко побитых молью, вы себе представляете это галантерейное чудовище, да? Впрочем, даже тут бункерная моль умудряется поломать работающее. Последнее заявление плешивого историка о том, что золотая орда была для Москвы и прям вот спасением от Запада, сделанное, опять же таки повторю, исключительно для того, чтобы оправдать свое уже неприкрытое подчинение Китаю, вступает в противоречие с устоявшейся с екатерининских времен трактовки истории. И если с мотивацией все понятно, то с историческим таймлайном нам с вами без историка не разобраться. Поэтому вот, кандидат исторических наук Кирилл Галушка. Оставайтесь, будет интересно. Итак, как это было, да, я пригласил вас для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Президент соседней страны окончательно рехнулся не только в геополитическом, но и в историческом плане. А, буквально вот цитата, да, Владимир Путин заявил, что золотая орда для Москвы всегда была лучше западных завоевателей и похвалил князя Александра Невского за то, что отъездил к ханам получать ярлык на княжение. А удивительная абсолютно сентенция, которая, насколько я помню, опровергает один из краеугольных камней российской истории, заложенный еще Екатериной Великой, которая когда-то в свое время решила переписать историю государства российского, а так как было стыдно, что, мол, типа, российские князья платили дань орде, то нужно было создать срочно вот это вот знаменитое татаро-монгольское иго, и как они героически с ним боролись, и как они вообще, в принципе, были непокорными, из чего и родилась вот та историография, которая в основном была такой главной, да, в российском государстве. А тут выясняется, что орда была, оказывается, для московитов чем-то хорошим. Ну, тут я бы не очень нарекал на Екатерину Вторую, немку, которая получила в пользование где-то так одну шестую часть земного шара, и ей надо было, соответственно, показать Европе, цивилизованным странам, определенную миссию России. Да. Это, на самом деле, несколько меньше лет ордынского иго, где Россию или Русь или Московию опускали азиатские варвары. И после этого пришлось все время догонять Запад. Хотя тот же самый Карамзин, он писал, что можно зачем-то гнаться, но у нас настолько специфическое свое устройство, что любое изменение в устройстве России, ну, например, это реформа или сокращение полномочий императора, это является нарушением нашего, сейчас бы сказали, стайла или образа жизни, или наших ценностей. Но, действительно, тут свершилась какая-то такая страшная штучка, что Орда оказалась хорошей. И тут мы как раз упираемся в выбор 13 века между цивилизационными моделями. В середине, это я вот заканчиваю ответ на ваш вопрос предварительно, в середине 13 века было два выдающихся военно-политических деятеля на пространстве бывшей Руси, захваченной монголами. Это был Александр Невский и Даниил Романович, мы не говорим Галецкий, он был старше Мономахович, который претендовал на власть на территории современной Украины. И они сделали абсолютно разные выводы из монгольского завоевания. И если Александр, он пошел на соглашательство и выступил реальным вассалом, то Даниил Романович, он был более гибким, и он пытался создать некую европейскую коалицию, которая бы избавила его от ига. И если Александр начал быстро, очень выгодно этим игом пользоваться, то Даниил Романович пытался все-таки как-то от него избавиться. Ситуация была тяжелая для обоих этих людей 13 века, но те решения, которые нам сегодня кажутся ситуативными, они развели пути Украины и России на самом деле еще в 13 веке. На самом деле, там был еще один очень любопытный момент, если разбирать заявление Бункерного, да, то там шла речь о том, что ордынцы не затрагивали веру, они не затрагивали традицию, культуру и так далее и тому подобное. Так ли это было, да, на каком языке, условно говоря, разговаривали там в той же Москве и в том же Новгороде, Владимире и прочих территориях, которые были под Ордой и которые платили ей дань, так ли это было благостно для московитов? На это можно смотреть с разных точек зрения, по той простой причине, что кочевая империя чингизидов не могла какими-то системными методами 20-го или 21-го века заставить, например, жителей Владимирского Великого Княжения или Новгорода, или Рязанского Княжества перейти на монгольский язык и принять, например, тенгрианство, то есть традиционные верования народов, которые находятся на алтаре. Золотая Орда, прежде всего, это был очень эффективный инструмент государственного управления и эксплуатации. И если, например, Александр Невский и его потомки, кто-то из которых, значит, дальше развивал московское Великое Княжение, соблюдал все правила, он не подвергался санкциям. То есть, если ты ведешь себя хорошо, платишь на вуги и не выпендриваешься, не поднимаешь каких-то восстаний. А мы знаем, что у Даниила Романовича на территории Галычины и на территории Украины в любом случае было две войны с монголами. Одна удачная, другая неудачная. То если ты просто лояльный, тебе дается такая санкция на произволь. И ты можешь привлекать, когда вносишь дань монголам регулярно, правильные в тех объемах, которые необходимы, ты можешь подчинять своей власти соседнее государство. То есть мы вот сейчас, в 21 веке, обсуждаем Российскую империю, Советский Союз, но это же с чего-то начиналось. Начиналось оно с 13-14 века, когда благодаря вот этому сотрудничеству с монгольской властью ты получал карт-бланш на то, чтобы придавить там Тверь, Рязань, Новгород, еще другие-другие-другие княжества и центры власти. И если бы этого не произошло во время вот этого сговора, во времена Александра Невска, мы, возможно, имели бы три разных русских государства. Новгородскую республику, вполне альтернативная модель развития в контексте Северной Европы, Северо-Западной Европы. Или Тверское княжество, которое сотрудничало с Литвой, великим княжеством литовским, которое владело большей частью исконно русских, не русских, русских земель, то есть Киев, Днепр. И, возможно, тогда история России пошла бы другим путем. Но имея за собой вот такой вот сговор, который декларативно, конечно, оформлялся, что мы не обижаем церковь, да, мы не обижаем церковь, мы не заставляем вас принимать нашу веру. Тем не менее, это были, прежде всего, властно-военные отношения, и задушить любых внутренних противников вокруг Москвы позволялось в результате добрых связей с золотой гордой. И в результате мы, вот украинцы, мы плохо знаем, как образовалась раковая опухоль 13-14-15 век, которая потом вышла за пределы того, что мы сегодня называем этническими русскими землями, и стала присоединять. Казань брал, Астрахань брал, Новгород брал, с Литвой воевал. И вот эта империя начала распространяться, то есть, действительно, сотрудничество с Ордой дало московскому государству очень хороший такой, я не знаю, как бы старт. Но это был уход из того цивилизационного мира, который, собственно, ввел восточное славянство князь Владимир Святославович, который крестил Русь. Это был выбор Европы, это был выбор римской и греческой традиций, но за время так называемого иго мы получили выбор в пользу деспотизма, абсолютно неконтрольной власти монарха, в то время как в Европе в это же самое время возникало представительство сословий, местное самоуправление, великие хартии вольностей, то есть, те документы, на которых зиждется современная цивилизация. Можно ли сказать, что на самом деле Золотая Орда через Александр и дала фундамент для современного российского государства? То есть, там Европой на самом деле как бы и не пахнет. Поскольку я в последний год занимаюсь написанием такой короткой истории российского империализма на примере не Европы, а именно азиатских владений Российской империи и Советского Союза. То есть, тут мы говорим о Сибири, Россия ли это, Туркескания, Центральная Азия или Кавказ, то Золотая Орда подарила определенный шанс во времена Ивана Третьего, который в конце 15 века создал идеологию российского государства, Ивана Четвертого Грозного. То есть, поскольку и Великое Московское княжество было вассалом Золотой Орды, и Казанское ханство, и Сибирское, и Астраханское, и ряд других владений, выход России именно за пределы этнически русской территории во время правления Ивана Грозного воспринимался его противниками на всем протяжении по Волге, вниз в Сибири, что это Улуз Золотой Орды, который считает себя наследником Золотой Орды, и имеет определенные права через вот эти там 250 или 300 красивых круглых лет Ига, тем не менее, является легитимным одним из наследников Золотой Орды. И война Москвы против Казани, Казань брал, и против Сибирского ханства начало завоевание Сибири, Астраханское ханство, Крым очень долго не давался до Екатерины Второй, это все воспринималось в Северной Евразии как собирание наследия отнюдь не киевских князей, а собирание наследия Золотой Орды, вплоть до нынешних государств Центральной Азии, Казахстана, Узбекистана и так далее, потому что это все была одна Золотая Орда, и русские цари, московские цари выходили на эту арену как наследники Золотой Орды. То есть, по большому счету, современная Россия должна называть себя не Третьим Римом, а Вторым Караваном? Это было бы абсолютно справедливо. Она единственная собрала все наследие Золотой Орды, то есть, она есть Вторая Золотая Орда. Ну, практически все наследие, да, то есть, все-таки, там, китайские... Ну, да, кроме... собрала на определенный момент, я не говорю о распаде Советского Союза, но в середине 19 века это уже был последний такой рывок, захват Центральной Азии и вот тех центров Золотой Орды, которые были там, а дальше уже распад Советского Союза, это оказалось или в Казахстане, или в Узбекистане, или в Куркмении, вот, но тем не менее, на период до 18-19 века, конечно, Вторая Золотая Орда. Я, насколько понимаю, вот, то, что известно всем по истории, то с какого-то определенного момента, причем, наверное, с Петровских времен, да, вот, Россия все время пыталась изобразить себя и продвинуть себя в Европу, продвинуть себя к европейской цивилизации, при этом, будучи, золотой ордой, собирая земли, старые земли золотой орды. Почему так происходило и почему сейчас произошел вот такой вот поворот? Насколько я понимаю, если Путин сказал, то поворот будет происходить во всей российской историографии. Ну, тут я бы скорее начал с конца, потому что очевидно, что постоянным врагом является Запад. то есть Россия уже очень давненько не воюет и не конкурирует с Востоком, как бы мы не понимали эти значит, абстрактные такие географические явления, потому что, ну, что такое для России Восток? То есть, это современная Индия, но с ней дружили еще со времен ее освобождения от британского колониального государства. Да, китайская модель социализма, с которой ругались, воевали, ну, это как бы наши люди, это Корея. На Востоке нет на протяжении ста лет ничего такого, чтобы ментально угрожало российскому человеку. То есть, есть определенный имперский такой шаблон, мы все равно умнее их, потому что мы европейцы. Вот, мы цивилизация, мы их всему научили, мы помогли Китаю, вот, мы помогли Индии, мы им рассказали, как надо устроить свою жизнь, и немножко их забросили. Это постоянный такой комплекс неполноценности, когда надо что-то доказать, я не знаю, там, Берлину, Парижу, Лондону, Вашингтону, то есть, все время я вот, когда, вот, пока занимаюсь своими исследованиями, я беру обычные российские школьные атласы по истории. Что происходит в Европе? Что происходит против вот этих каких-то вот людей, которые вызывают этот комплекс неполноценности? У них, вот, своя цивилизация, я не знаю, с какого момента это пошло, то есть, может быть, это комплексы там Петра I и его великого путешествия, великого посольства, там, где он набирался наук, одновременно разрушая дома, в которых он жил дикими восточными обычаями, есть там документы и тексты, печатанные в России, как он там развлекался, но он взял с этого идею, мы должны построить нечто такое же, но получается, что вся методика и методология, как модернизироваться в техническом плане и военные силы, оно все работало по старой схеме Золотой Ордынской, то есть, когда государство настолько эксплуатирует население, чтобы сделать очень много кушек, или там романтично перелить колокола в орудие, значит, там и так далее, но как оно функционирует, то есть, если в европейских государствах оно работало на основе рентабельности определенной, зачем тебе захватывать какую-то территорию, если ты с нее не можешь получить каких-то денег? Да, да. То есть, англичане владели Индией, получая оттуда огромные деньги, но они при этом всегда знали, что Индию придется оставить, когда она будет нерентабельна. То есть, или там идеологически для британского сообщества, как после Второй мировой войны, Индию отпустили. Россия прежде всего закрашивала территорию в свои цвета на политической карте на Губусе и величие было внешним. То есть, получается, что оккупировав территорию Польши в 19 веке, в 18 веке страны Балтии, которые были остатками Тевтонского ордена, сейчас мы знаем Эстония, Латвия и Литва, эти захваченные земли были продуктивнее, богаче, развитее, чем оказавшись ситуацией российских колоний, чем та метрополя, которая их заглотила. Правильно ли я понимаю, что на самом деле вот эти вот заявления о пользе Золотой Орды, о том, какие она преимущества принесла, о том, как расцвело вот это государство Александра Невского после того, как он начал платить те цирки в Орду, что все это имеет под собой только одну цель, оправдать следующую сдачу потихонечку России в новую Золотую Орду, то есть в Китай, по большому счету, ведь Китай ведет себя практически так же, как себя в свое время вела Золотая Орда. Вы платите нам дань, в скобках, это не обязательно должны быть деньги, это может быть просто какой-то вассалитет, поддержка китайских инициатив, все что угодно, ресурсы, как в случае с Россией, и мы даем вам вот право, мы даем вам бойцу, да, на направление, и вы можете делать все что угодно, в том числе расширять свои территории, нападая на соседей. Ну, мне тут, как историку, которая занимается более прошлым, нежели будущим, судить сложно, просто есть подобная системная ситуация Александра Невского в 13 веке и Владимира Владимировича, вот, на данной стадии его карьеры, уже не знаю, как она вот оборвется, то есть это вполне было бы логично, потому что враг очевиден, это Запад. Запад оказался сейчас несколько еще глобальнее, чем было времена Александра Невского, хотя сложно сравнивать там 13 и 21 столетия. Логика, она вполне постижима, то есть сохраняя внешние элементы некого его суверенитета, но понимая, кто на районе главный, на районе Азии или Евразии, прекрасно понимая, что Индия, она там замкнут, Ближний Восток, он как магнит обнедел, будут там рубаться все, но найти себе кого-то в качестве того тыла, меня вот всегда смущало, вот, когда я описывал историю Сибири, бесконечно надежный тыл Москвы, вот, то есть несмотря на все конфликты с Китаем, которые были, он воспринимается в качестве молчаливого надежного союзника, в то время как все движения происходят на том направлении, которое наименее потенциально успешно, это на Запад, туда нечего никому предложить, но там вот то, что когда-то там Сэмюл Ханкер там писал, проходит цивилизационный прием, то есть несмотря на территорию от грубо говоря Балтики до Тихого океана, Россия постоянно с кем-то борется именно в Европе, сколько столетий не проходит, вместо того, чтобы не дойти танками до Ла-Манша, как говорили в советское время против НАТО, но дойдите танками до Южно-Китайского моря. Нет, такие идеи не звучали. То есть там вот такое чувство, что там какие-то свои, с которыми мы всегда договоримся. А свое величие и превосходство можем показать только на западном направлении. А там оно все время не получается. И это какая-то петля времени или какая-то прорубь, в которой вот эта геополитическая амбиция плавает по кругу. И это неумолимо последние 500 лет происходит. Я просто вот сейчас вижу достаточно четкие параллели и в той методе, о которой Золотая Орда управляла всеми захваченными территориями, да, или же налаживала отношения со всеми своими союзниками, с той политикой, которую сейчас проводит Китай по отношению к своим союзникам. И точно так же я вижу, что на самом деле довольно слабое по сравнению с Советским Союзом, по сравнению с Российской империей нынешнее российское государство имеет сильного, сильный тыл в виде Китая, да, который по большому счету, ну вот сейчас получает очередной УЛУЗ свое, пусть не прямое управление, но тем не менее, да, огромный УЛУЗ в одну шестую часть света. Ну, это совершенно несомненно и меня смущает, как это, что значит смущает, в каком-то мысле я может быть там радуюсь, поскольку я не симпатизирую стабильности нынешней России. То есть это крайне близоруко, потому что границы, нарисованные на карте и закрашенные в твои цвета, они на самом деле имеют очень небольшое значение. Значение имеет контроль, потому что мы можем вспомнить, если там для российского слушателя расширение территории России первопроходцами в Сибири в 17 веке. это произошло практически до Тихого океана за 20 лет. Но являло ли это собой реальную власть и контроль российского государства на тех территориях, где пробежалась пара тысяч лихих мужичков на пространстве в 2 или 3 Европы, собрали дань и убежали. На картах потом это европейских нарисовали, тут прошли русские, это Россия. Точно так же и сейчас то, что нарисовано на губусе, абсолютно не означает реалии. То есть я не специалист по экономике и экономическим отношениям современной России и Китая, но тем не менее мы спокойно можем наблюдать, как меняются пропорции влияния в азиатской части России, особенно в дальневосточной части России и собственно на совести людей, которые сидят в Кремле и геополитиков, насколько это модно, как это все рассматривали последние 20 лет, там континентальный центр, морские державы и так далее. Мы сейчас очень банально наблюдаем, как все вот эти высококвалифицированные теоретики, они утрачивают российские территории, которые в один момент с щелчком пальца, когда чуть-чуть изменится ситуация в мире, они вдруг станут китайскими, потому что на национальной карте Китая Владивосток называется Ханшиэйвэй, я прошу простить, мои китайские, равно как ряд других городов. Нас мало смотрят китайцы, Гирил, все в порядке. Да, испонно русскими землями. Вы просто сказали, вы привели прекрасный пример с Новгородом, который татаро-монголы никогда не захватывали, Орда никогда не захватывала, но которую подарил, положил на блюдечке с голубой каёбочкой Александр Невский. Да, так вот, по большому счёту, сейчас происходит с Дальним Востоком практически то же самое. Китай не воюет за Дальний Восток, ему не нужно будет никогда воевать за тот же Дальний Восток, потому что Путин его выкладывает на голубой тарелочке своим новым хозяевам. Великим искусством хороших, ну, как бы это, способных ордынских ханов, потому что мы же понимаем, что все люди разные, есть правители, способные есть, лишённые талантов, было то, чтобы создавать своим вассалам такие условия, чтобы в борьбе за свою власть и стабильность отношений с господином, они очень хорошо держали под контролем любых людей, которые являлись конкурентами их власть. То есть это вот такие вот ступенечки, когда, ну, естественно, Золотая Орда, она не была там буддистской или там дзеновской, чтобы использовать там выражение бесконечного ожидания, там, когда труп твоего врага проплевёт, вот, главное создать правильную систему, когда твои враги, как в Айкидо, это уже Японию мы берём, они используют свою энергию, чтобы потратить её на те мелочи и к тому моменту, когда тебе захочется с них что-то взять как за шпирку, они будут уже слабы. То есть создавать вот таких суетных, как Владимир Владимирович, ну, не создавать поддержку. Принимать, использовать. принимать, потому что ты спокойно наблюдаешь, как вот ситуация доводится до той, которая тебе и сейчас удобна, а далее будет ещё более удобна. И тогда уже будут прекрасные совершенно геополитические тоже китайские рассуждения, что нам больше интересно, Дальний Восток или Тайвань, который мы будем воссоединять, может быть, ещё сто лет, на Сибирь, как засохший плод, которым не может воспользоваться Россия, в экономическом каком-то плане, потому что оттуда все сосут нефть и газ, а уровень жизни в 10 раз меньше, чем в Канаде, которая идентична по условиям, то там, скажем так, никто не заплачет, если Баскак из Московского сменится на Пекин. Ну, это мои теоретические рассуждения всё-таки занимаются в прошлом, но ряд аналогий просто бросаются в глаза. Вот, Иб, только-только хотел сказать, что в прошлом мы можем видеть абсолютно чёткие аналогии того, что может произойти в будущем, в особенности, когда тенденции достаточно недвусмысленно намекают на определённые моменты в прошлом. Не беру спорить. Вообще, конечно, всё это довольно комично, вот все эти путинские неожиданные эмоциональные прыжки в сторону от основной исторической линии для того, чтобы оправдать собственную глупость и собственную слабость. Очень смешны все эти новые параграфы в учебниках истории и лихорадочные поездки в Грозный, где трясущимися руками московские чиновники презентуют строгому Кадырке и ещё и более строгим Унукером переписанный учебник истории. Потому что история истории, но Сталин уже не сможет посадить министра на все это довольно комично, но ровно до той поры, пока не представляешь себе, какое количество детских мозгов они загадят сейчас. И не подумаешь, что делать со всеми этими детскими головами, когда они станут взрослыми. С таким-то багажом иллюзий и мифов, выданных за истину, такое облако депрессии и разочарования накроет всех нынешних школьников, когда вместе с пылью от обрушения России развеется и вот этот псевдоисторический туман. История — это фундамент, это корни, на которых растет народ. По сути, мы получим десятки миллионов людей без корней. И сколько десятилетий понадобится для того, чтобы это исправить? До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить. Игорь Негода,